МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насирову меры пресечения в виде заключения под стражу. Это было в Тверском областном суде. Судебный же процесс над Насировым состоится в Конаковском городском суде 2 октября. Остальные фигуранты уголовного дела, а как нам стало известно, один из них скончался от инфаркта в СИЗО, в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела. Дело насчитывает 61 том, фигурантов 14 человек. Возглавлял банду, по мнению следствия, Роман Шугаипов, покончивший с собой в следственном изоляторе. Среди обвиняемых вдова Шугаипова Вера. Как нам стало известно, она настаивает на суде присяжных. Вера, вы знали, что у мужа такие дела существуют? Про мошенничество, да, я знала. По поводу убийств не знала ничего. То есть вы не знали, что вот столько трупов, да? Вы когда узнали сами? Сама узнала в июле 2018 года. Каким образом узнали? От следствия? От следствия, да. От следователя. Аказеева, Коншубея, Шамильевича. Скажите, а муж вам что-нибудь говорил в своё оправдание? Нет. Ничего? Нет. Вы с ним больше не виделись? Вы разговаривали? Ну, мне не давали разрешения на свидание. Сейчас вы в СИЗО. Как вас содержит? Ну, содержит, мне также не разрешают со свиданием. Не есть детьми ни с кем. Дети с кем? Со свекровью. Со свекровью. Что вы хотите сказать сейчас на сегодняшний момент, на сегодняшнюю минуту? На сегодняшнюю минуту? Ну, в том, что я не виновата. В том, что меня оговаривают. Напомним, на счету банды чёрных риэлторов 9 убийств, ряд мошенничеств и краж. Уголовное дело расследуется в отделе по особо важным делам регионального следственного комитета. После ознакомления фигурантов с материалами уголовного дела, обвинительное заключение будет направлено для утверждения в прокуратуру. Посмотрите внимательно на эту женщину, подозреваемую в мошенничестве. Подозреваемая была задержана 5 сентября сотрудниками отдела по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности управления уголовного розыска ОМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками полиции по республике Карелия. Задержана цыганка в Карелии. А преступление, в котором её подозревают, совершено в Твери. Потерпевшая женщина 72-го года рождения. Именно с неё подозреваемая якобы снимала порчу. В результате завладев деньгами, потерпевшей и ювелирными украшениями. Ущерб от противоправных действий составил 155 тысяч рублей. В пятницу, 6 сентября, Заволжский районный суд города Твери избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники уголовного розыска обращаются ко всем, кто мог стать жертвой подозреваемой с просьбой. Если узнали свою обидчицу, срочно позвоните в полицию. Ещё раз обращаемся к вам с просьбой. Позвоните в городской отдел полиции по указанным телефонам, если вы пострадали от противоправных действий этого человека. Задержанный подозревается в серии краж на территории Твери. Редактор субтитров А.Семкин